У каждого из вас ещё будут массы ситуаций личностных, в которых вам тоже надо будет находить какую-то свою формулу. И вот на том этапе, когда вы сможете пользоваться таким источником небесным, вот тогда у вас исчезнет необходимость вообще в книгах каких-то, в академиках каких-то, в учениях каких-то. Лучший источник для вас будет небо. И обманываться в этих случаях будет невозможно. То есть когда все вокруг неба слышат, вы просто общаясь с человеком с полуслова, с полувзгляда, только намёком задаете такую формулу условную, баланс, гармонию. Он тут же подходит, да, понял всё, да, действительно здесь вот был неправ или наоборот. Он от себя задаёт что-то, чтобы вы это почувствовали, вот этот баланс. И в конечном счёте общество придёт к такому состоянию, когда конфликт, в принципе, будет невозможен. То есть он на самом начале, на уровне мысли, он уже будет уравновешиваться и уже не переходить в какие-то там мстительные планы, военные действия там и так далее. Постепенно вы подойдёте к этому уровню, вся цивилизация подойдёт. И у людей тогда конфликты на планете исчезнут. До сих пор люди не помнят, когда они не воевали. Сколько помнят себя, всегда у них были конфликты. Те времена, когда вы жили без конфликтов, они у вас почти не описаны нигде. Когда люди жили в гармонии с планетой, когда они вообще не конфликтовали, не воевали. Когда они не обучались военному делу вообще. Ну, у вас это почти нигде не описано. Очень маленькие я вот попадались у Анастасии Мигра в книжках. Немножко вот об этом я видел. Где-то ещё попадались. Ну, такие очень крутенькие фрагменты попадаются. Но, в целом, об этом у вас как-то подзабыто. Ну, даже сказать правильнее. Не то, что подзабыто, а как бы исключено. Из вашего понимания, из вашей памяти, что ли. То есть, как я уже пояснял, учитывая, что ваша память – это аппарат восприятия. Ну, это прибор. Вообще, всё ваше тело – это прибор. Приёмник для считывания внешних вибраций каких-то. Соответственно, как всякий прибор, он кем-то управляется. То есть, ваша душа – это всего-навсего. Ну, как сказать, временно арендует, что ли, или напрокат не берёт ваше тело. Но, задаётся оно не душой, создаётся само тело. И, соответственно, условия его эксплуатации, они сформированы задолго до вашего рождения. Ну, а если есть те, кто это тело конструировал, то есть создавали детали, там уточняли какие-то, корректировали, то, естественно, они в любой момент могут и корректировать ваше поведение. Именно поэтому у вас вот… Ну, есть частные случаи амнезии, наверное, сталкивались, да? Ну, слышали, что человек, вот что-то ему там на голову упало, и вот он, хлоп, забыл, кто он есть, вообще не помнит. И лишь потом, каким-то чудом, он постепенно начинает вспоминать. То есть сбой к приборе произошёл, проводочки там какие-то оморвались, условно. И вот пока постепенно там эти проводочки не подпоявятся на место, он ничего не помнит. Но это частные случаи, а массовые случаи – это когда вам отключается память. Ну, вот как отыскивают сейчас в городах, там, в Питере, по-моему, в Москве, в таких мегаполисах, откапывают нижние этажи, где должен быть фундамент, а там ещё два этажа почти закопаны, а потом уже только фундамент. И в недоумении, зачем, мол, так делали, строили. И у людей в памяти не сохранилось то, что произошло. Людям просто массово переключили память с одного участка на другой. Фрагмент стёрли у всех людей. И только на каких-то картинках, фотодокументах это сохранилось. И потом люди смотрят, ну, как же так, вот, непонятно, а как это, там, 200 лет назад, вот, уже оказывается, там электросамокаты были, там, или мобильные телефоны, ну, и так далее. То есть, у людей это не укладывается. И вот, как это засыпало дома вот таким вот слоем, и мы никто ничего не помнит. То есть, почему так произошло. Ну, много-много событий описано, где люди буксуют в своём понимании. Никак у них не складывается картинка. То есть, то, что сегодня есть, с тем, что вот они видят на фотоматериалах 200 лет недавности. Ну, очень много-много там, если захотите, там, как-то они называются, типа, ошибки истории, там, или что-то такое, или парадокс истории. Там много такого. Вот это всё примеры того, как массово, просто по необходимости у людей, у всех людей на планете, просто эта память взяла и отключилась на какое-то время. Или вот, как эти пески с Харальдом появились, то есть, на каких-то там картах находят, что там зелень была. Сейчас там всё песком засыпано, откуда столько песка навезли, люди не понимают. Сейчас там вот, вижу какие-то фрагменты появляются, наоборот, там всё озеленяться начинает, то есть, куда-то исчезает песок. Ну, то есть, вот эти вещи людям, ну, тоже исключены из памяти, как это произошло. А событие-то тоже большое, но о нём никто не помнит. Только вот по каким-то давним картам смотрят, не могут понять, как это так вот было. Ну, то есть, это всё подтверждает, что ваши тела – это приборы, которые управляются теми, кто их создал. И, соответственно, если идёт постоянный контроль за этими телами, то есть, каждое ваше тело, естественно, без внимания не остаётся, все тела подключены к общему источнику. И в нужный момент какие-то коллективы просто вносятся. Соответственно, исходя из этого, нелепо полагать и то, что кто-то позволит вам планету погубить. Ну, это вообще нелепо полагать так. Поэтому масса случаев у вас описано, как самый последний момент, непонятным образом, что-то отключалось, ракета не запускалась, что-то там ломалось и так далее. То есть, естественно, все ваши действия, все это всё взаимосвязано. Ну, это как там есть большая-большая плата, ну, телевизионная, назовём там, там, куча деталек, разных деталек. И каждая деталь имеет свою какую-то функцию, какую-то роль исполняет. Одни более активные, менее активные, пассивные, какие-то там. Но при этом конечный результат какой-то есть. Соответственно, те, кто этими, эти платы паяют, они могут управлять, могут процессор там взять, перешить, поменять функции какие-то. Ну, вот как на ваших айфонах это делается. То есть, это всё очень похожее. И поэтому крайне нелепо полагать, что кто-то из вас забыт, заброшен, бог его не видит, не слышит. Ну, или вселенная о нём позабыла. Это крайне просто нелепо. Это всё равно стоит сказать, что в этой схеме какая-то деталька перестала быть полезной. Почему-то но это абсолютно нелепо, потому что она продолжает исполнять свои функции. Эта сама деталька может так посчитать, она там не нужна, но в действительности у меня тезис такой есть, у каждого без исключения есть на земле предназначение. Ну, что угодно небесам понять живущий должен сам. Вот вы находясь на этой платье, этой деталькой, только вы сами можете понять функции, то есть что это за плата, какие ваши функции на это платье условно. Ну, я, конечно, не извиняюсь, перешел на эту радиотехническую аналогию, вам это не очень, наверное, понятно. вот приблизительно как-то вот так вот. Ладно, опять, наверное, уехал в сторону. Спрашивай, Роль. Нормально, зато понятно все стало с более глубоким подтекстом ответ.